Добрый день! Сегодня мы рассмотрим Mirror Blocks с компанией YJ. Он вышел не так давно, и от YJ был до этого только Mirror S, то есть симметричный Mirror Blocks, классического не было. И вот, все-таки выпустили, давайте смотреть. Коробочка стандартная, код товара YJ8321, выпускается с серебряными стикерами и с золотыми. Почему-то название Jing-Mian Cube, но это обычный Mirror Blocks. Нет в цветном пластике, только вот с наклейками. Есть инструкция. Именно для Mirror Blocks сделанная. Что-то здесь запрещают, не пойми зачем, но инструкция есть. Пользоваться Mirror Blocks мы умеем. Это зеркальный кубик, шейп-мод обычного 3х3. И здесь я собрал конкурентов. Почему я решил все-таки купить Mirror Blocks от этого бренда, имея уже как минимум 3 от других? Это нас Yuxin, Mofang и Shinshou. Все хороши по-своему, все достойные, крутятся нормально. Здесь, так же как на Mirror S, достаточно крупные отверстия между элементами. Если мы возьмем модель от других производителей, то мы видим, что вот эти отверстия достаточно маленькие. Это не мешает им нормально вращаться, но все-таки это признак скоростной головоломки. Пусть на Mirror S здесь отверстий получается побольше, а здесь они достаточно крупные все равно. И так же у меня была мысль из этого Mirror Blocks сделать магнитную модификацию. Но, как только я попробовал это воплотить в жизнь, я столкнулся с такой проблемой, что элементы, состоящие из нескольких деталей, сначала соединили, а потом наклеили стикеры. То есть теперь они неразборные. Конечно, можно разобрать, если отклеить стикеры, но это уже совсем делать не хочется. Поэтому осталось сегодня не магнитной, но зато со стикерами. У меня есть подробное обучающее видео по этой головоломке. Единственное, там я не стал освещать такой момент, что делать, если модель со стикерами, и вам очень хочется соблюдать направление вот этих полосочек на этих элементах. Ну, убьем двух зайцев сразу, посмотрим, как оно вращается, и соберем так, чтобы направление полосочек совпадало. Напомню, что зеркальный кубик при перемешивании теряет свою форму. Это выглядит очень красиво, и кто-то считает, что головоломка сложная. Но нет, это шип мод 3х3 собирается точно так же. Часто это первая нестандартная головоломка у начинающих спидкуберов. Красиво, эффектно, но, впрочем, как обычно для мерзбокса. Как я его собираю? Ну, я собираюсь с толстого слоя, можно, конечно, из тонкого, но и привык с самого толстенького. То есть мы находим центр самый длинный, и вокруг него уже строим крест. Если на головоломке из цветного пластика нет вот этих полосочек, как на стикерах, то здесь, соответственно, и соблюдать их направление не нужно. С наклейками мы возьмем центр, и вокруг него ребра начнем собирать уже сразу, соблюдая направление. То есть вот у нас здесь горизонтально, и здесь горизонтально. Вон, первое ребро стоит правильно. Совместим с центром, и поищем остальные. На самом деле, наверное, даже достаточно только одно ребро совместить с двумя центрами, остальные вокруг первоначального центра встанут правильно. Поищем. Вот еще ребро. Не сюда. Так, смотрим. Вот здесь все сразу совпадает. Единственное, что можно вот эти вот полосочки тоже сразу совместить. Можно это сделать и потом. Лучше сразу. Совместили полосочки, и все хорошо. Два уфса креста уже есть. Ищем следующий. Вот здесь есть. И проверяем сразу, что все совпадает. Ну и остался четвертый. Он стоит на своем месте, но неправильно ориентирован. Выводим вверх. Так, а нет, это не он. Так, так, так. Один момент. Потерялся наш. А, вот. Вот элемент. Ставим. И проверяем, что полосочки здесь тоже совпадают. Если вдруг полоски не совпадают, то есть вот собрали крест, проверили здесь совпадение полосок, проверяем здесь, совпадает, совпадает, и совпадает. А здесь вдруг не совпадает. То мы поворачиваем переднюю грань на 180 градусов, отворачиваем ребро в сторону, поворачиваем, опять же, переднюю грань на 90 градусов, чтобы поменять направление полосок, возвращаем ребро и отправляем все обратно вниз. Теперь все полоски совпадают. Дальше важно собирать первые два слоя так, чтобы не разрушить ориентацию центров, ну, центров второго слоя. А для этого нужно не использовать алгоритмы типа ромашки-лесенки из некоторых методов для начинающих. Ну, давайте соберем. Удобнее начинать с больших элементов. Вот у нас два крупных. Вот собрали пару и ставим ее на место. Вот первая пара готова. Собираем вторую пару. Видим, вот здесь два элемента. Размещаем их над своим слотом. Это не он. Отлично вращается Миробокс. Абсолютно для скоростной сборки подойдет. Видим, сразу собралась еще одна пара. И собираем четвертую. Проверяем, центры все на месте. Все хорошо. Вот у нас оставшиеся элементы. Нет, не они. Вот ребра, а вот обувь. Так, ну и собираем. Здесь можно собирать все послойно, но главное не ромашками, не лесенками. Тогда центры развернутся. Проверяем на всякий случай. Ориентация полосочек на центрах и на ребрах первого слоя совпадает. То есть все везде. Здесь вертикально, здесь горизонтально, как было и изначально. Здесь нет одинаковых элементов, как в Мира-С. Поэтому у каждого элемента есть свое место. И полосочки могут не совпадать только в том случае, если центр развернут неправильно. Если же мы соберем два слоя, не разрушив ориентацию центров, особенно нижнего, и аккуратно соберем верхний слой, то центры сразу будут правильно ориентированы. Так, смотрим. Здесь палка. Палка. Ну давайте во два этапа сделаем ойл-ойл. Осторожно. Так, вот мы получаем это восьмерка. Можно, конечно, в пиф-пафе развернуть вот эти два уголка. То есть если плоский элемент, то они как бы желтые. Остается развернуть два вот этих. Делаем восьмерку. Восьмерка – это алгоритм безопасный. Вроде бы, да, все в порядке. Ориентация элементов закончена. Осталось только расставить элементы по местам. Для этого совершенно не стоит использовать юпермы, потому что они разворачивают центры на боковой грани. Воспользуемся алгоритмом из метода для начинающих. То есть вот два ребра стоят правильно. Расположим их сзади слева. Выполним семерку. Ну, алгоритм, представляющий ребра. И у нас ребра расставятся по местам. Ну и остается расставить уголки. Здесь можно применять опермы. И все хорошо. Здесь можно, конечно, сказать, что некоторые алгоритмы, которые не затрагивают боковые центры, могут разворачивать верхний. Но известно, что можно развернуть либо два центра на 90 градусов, либо один центр на 180. Разворот центра на 180 градусов нам тут не заметен. Поэтому можно делать спокойно опермы в любом количестве и прочий алгоритм, который задействует только ориентацию одного центра. Те же самые опермы разворачивают боковой центр. И, кстати, это неплохая идея для того, если вы вдруг один центр как-то не заметили боковой, выполните юперм. Он повернется на 90 градусов и верхний тоже повернется. Но боковая сторона у вас починится, а сверху уже при собранных боковых все будет хорошо. Так что можно собирать, не обращая внимания на ориентацию этих полосочек на наклейках. На версиях из цветового пластика это соблюдать не получится. Их там просто нет. Но можно и собирать дотошно, до конца. Но это уже больше для интереса. Mirrorbox является дополнительной дисциплиной, которую собирают на чемпионатах по спидкубингу. И там на эти полосочки внимания не обращают. Отличная головоломка, хорошо вращается. Единственный недостаток нет цветного пластика. Если вы выбираете первый Mirrorbox, это отличный вариант. Он и углы режет, вращается хорошо. Единственное, магнитить такую головоломку легко не получится. Да, и для Mirrorbox это в принципе нелегкая затея. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.